Рассказ называется «Нежность». Она сказала, пошел нахуй. Я бегал за ней три месяца, с марта по май. Она говорила, что, может быть, будет со мной ходить. Зимой она ходила с Журой. Он старше нас на три года, 71-го. Весной его забрали в армию. Хотели осенью, но он крутился. Открутился бы совсем, но от ебушего мужика в троллейбусе. Менты сказали, или в зону, или в армию. Пацаны говорили, она с ним ебалась. Я сначала не верил. Но потом, на Новый год, Жура со своими пацанами были дома у Калининого брата. Жура и Калинин брат кентуются. А Калина, он во классе учится, тоже с ними был. И потом сказал, что Жура с нее шли надолго в комнату, и там закрылись. Может быть, на полчаса, а то и час. Она сказала, помоги по алгебре. Пошли ко мне домой после уроков, а? И мы пошли. И я помог ей. Потом мы с ней курили на балконе. И она нашла ликер в заначке у своей мамаши. И мы с ней выпили по 30 капель. На завтра ей по алгебре поставили пятерку. Наверное, в первый раз в начало года. За это родаке ей дали 3 рубля. Она сказала, хорошо, давай ты будешь все время помогать по алгебре. И может быть, еще по геометрии, а? И может быть, я похожу с тобой? Я спросил. А Жура. У меня с ним все. Я часто предлагал. Давай поедем в кино. В октябрь или в родину. Потом в пингвин, мороженого, там коктейль молочный. Не, давай как-нибудь потом. Сегодня я опять ей предложил. А она мне. Пошел ты нахуй. Ты мне надоел. Ты думал, я с тобой серьезно стала бы ходить? Ты на своем районе нулевой. Я вообще давно хожу с Калиной Старшим. Мы ходим не в пингвин, а в ресторан-турист. Ты знаешь? Просто я хотела, чтобы ты мне помогал по алгебре. А сейчас это уже не надо. Потому что я уйду после десятого. Я в педучилище пойду. Я в том году не поступила, потому что блата не было. А сейчас мамаша нашла блат. Так что мне алгебра теперь до жопы. И ко мне не надо больше приходить. Если придешь, я не открою. И тогда я ее емнул. Со всей силы. Кулаком. Она упала на ковер. Задралась в платье. Я увидел край трусов. Из носа потекла кровь. Она заплакала. Ты, блядь, сломал мне нос. Ты знаешь, что Калина с тобой сделает? Я понял. Мне пиздец. Так страшно было только один раз. Когда мы с Пыром лазили на девятиэтажку. Мы с ним дошли до кая-крыши. И он меня схватил, как будто хочет скинуть вниз. Я чуть не обосрался. Она дотронулась до носа. Вымазала пальцы кровью. Что ты стоишь? Иди отсюда вон. Прости, я не хотел. Уебывай. Что, блядь, делать? Что, блядь, делать? Что, блядь, делать? Калине старшему 20 лет. Учится в технаре. Ходит за район с восьмого класса. Мета-82. Занимался боксом три года. Занимался боебольше, но отпиздил тренера. Не своего, а другой группы. Правда, тренер пьяный был, но все равно. Что, блядь, делать? Он меня убьет. Летом можно будет сидеть дома, никуда не выходить. Родакам что-нибудь напижу. Заебешься, конечно, дома сидеть. Читать, смотреть телевизор. Хотя, чемпионат мира. Только до каникул еще две недели. Так что все, пиздец. Спи спокойно, Саша. Умер смертью храбрых. 1974-1990. Выхожу на улицу. Уже темно. Заебись. Хотя бы дойти до дома. Ну, а там все похуй. Иду быстро, пошти бегу. У ее соседки, тети Нины, дома телефон. Она могла пойти и позвонить. Кому? У Калины вроде нету телефона. Или есть. Ну, хули он сидел бы дома? Наверное, где-нибудь гуляет. Иду по улице. Двор дома рядом со столовой. Столовая. Наверное, свадьба. Мужики в костюмах. Бабы. Все бухие. Курят. На остановке на рабочем никого. Может есть на тралик и проехать остановку. Только заебешься его ждать. Иду во двор. Дом, где аптека. Навстречу Шуня с того дома. Мы здороваемся. Иду дальше. Во дворе, где промтоварный дед ебется с мотоциклом. Снял какие-то детали. Разложил на тряпки. Все. Вот и моя пятиэтажка. И пиздец. Калина, Лысый и Андрон. Блядь, не может быть. Блядь, откуда они знают. Я подхожу. Здороваются. Видно, что уже бухие. Лысый спрашивает. Малый. Деньги есть? Не, нету. Калина лыбится. Это ты хотел ходить с моей малой? Выебать ее хотел, да? А если мы тебя сейчас выебим, а? Я пошутил, несцы. И можешь не ходить. Я ее кинул нахуй. Заебала меня дура. Ну ладно, держи пять. Пацаны жмут руки. Я иду в подъезд. Они на улице про что-то говорят. Смеются. И я поднимаюсь. Родаки сидят у телевизора. Съезд народных депутатов или что-то вроде этого. Я закрываюсь в комнате. Магнитофон. Кино. Бля, покурить бы. Есть в заначке сигарета. Но не при родаках. А вдруг Калина подъебнул меня. Что они вообще здесь делали? Ни разу их не видел возле своего подъезда. Дверь звонят. Я слышу. Да, он дома. И шаги. Дверь открывается. Мемент участковый. Что ты сделал? Говорит мамаша. КПЗ. Мужик с разбитой мордой спрашивает. А тебя за что, пацаны? Отпиздил бабу. Заебись. Так им и надо, сука. Молоток. Сейчас с тобой покурим. Здесь вообще нельзя. Но это похуй. И от них, бля, сигареты спрятала в жопе. Ты ведь куришь? А потом съебемся нахуй. Ты меня, бля, слушай. Я хуевому не научу. Все будет заебись.